Надежда Никитенко о колоссальном влиянии Анны Армянской на судьбу Киевской Руси. Царевна Анна оказала колоссальное влияние на судьбу Киевской Руси, как в связи с ее крещением, так и со строительством храмов, в частности Десятинной Церкви и Софии Киевской, об этом в интервью. Аналитика.эт.ua заявила заведующая отделом научно-исторических исследований Национального заповедника Софии Киевская, доктор исторических наук Надежда Никитенко. Как рассказала Надежда Никитенко, Софиевский собор – это древнейший храм, полностью сохранившийся на территории восточнославянских земель. В этом году он отметит свое тысячелетие. Сопоставив двадцатые годы одиннадцатого века, строго зафиксированные в церковной традиции дни освящения собора, должны были приходиться на воскресенье. Таким образом можно датировать его заложение 4 ноября тысяча одиннадцатого года, а завершение строительства – одиннадцатого мая тысяча восемнадцатого года. То есть собор был заложен и почти закончен князем Владимиром, крестителем Руси в тысяча одиннадцатом – тысяча пятнадцатом годах, а завершен его сыном Ярославом в тысяча восемнадцатом году, подчеркнула ученый. Изучая живопись собора, ученый была потрясена тем, насколько явственно здесь звучит прославление князя Владимира и его супруги византийской царевны Анны. А Анна принадлежала к армянской и македонской византийской династии, она являлась сестрой византийских императоров. Специалистам заповедника Вячеславом Корниенко обнаружено четыре тысячи граффити, среди них есть и армянские, и на сегодня изучено менее половины собора. В найденных граффити есть очень важные, которые содержат в себе прямые даты, проливающие свет на происхождение собора. Напомним, что в состав заповедника Софии Киевской входит около пятидесяти памятников архитектуры, и в их числе Софийский собор, центральное строение на территории заповедника, который был построен в первой. В половине XI века Софийский собор занесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ранее сообщалось, что в национальном заповеднике Софии Киевской состоялась лекция, посвященная истории армянской христианской культуры. Мероприятие состоялось в рамках совместного проекта сотрудников Софии Киевской и Армянского общества культурных связей ОКС Украина, под патронатом Украинской епархии Армянской апостольской церкви. Как сообщила председатель Армянского общества культурных связей ОКС Украина Елена Аганисян, слушатели имели возможность ознакомиться с уникальными фактами, связанными с историей христианской армянской культуры, как отметил заместитель генерального директора по научной работе национального заповедника, доктор исторических наук Вячеслав Корниенко, жена великого киевского князя Владимира Крестителя. Византийская принцесса Анна имела армянское происхождение, а стены Софии Киевской сохраняют ее портрет и надписи граффити на армянском языке. Благодаря влиянию царевны Анны, в Киевской Руси распространялось христианство, она водила христианские традиции в киевский быт, с ней в Киев прибыли из Византии художники, архитекторы, священники. Ремесленники, учителя, она родила страстотерпцев святых Бориса и Глеба, первых, местных киевских святых, отметила в лекции кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Украины Ирина Маргалина. Лекционная программа также включала просмотр документального фильма. Продолжение следует...